В районах Северной Осетии продолжают возводить фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня состоялось открытие еще одного в селении Михайловское. ФАП полностью оборудован и рассчитан на 100 мест. На открытии присутствовал глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров. Подробнее обо всем Алана Томаева. Открытие амбулатории в Михайловском ждали много лет. Раньше медучреждение находилось в аварийном состоянии. Условий для оказания современной медицинской помощи практически не было. Отсутствовало необходимое оснащение. Сегодня в обновленной амбулатории все условия для медперсонала. В настоящий момент имеется 4 терапевта, 2 педиатра, стоматолог, гинеколог. Условия замечательные. Нам поставили оборудование по физиолечению. Нам подарили к нашему уже новому аппарату ЭКГ. Нам еще один новый аппарат ЭКГ подарили. Оснастили гинекологическую службу. То есть, в принципе, и стоматологический кабинет оборудован. Все готово к тому, чтобы мы приступили к работе. И наше население получало доступную квалифицированную помощь. Но больше всего открытия ждали местные жители. В Михайловском больше 12 тысяч. Раньше за узконаправленными специалистами приходилось ехать во Владикавказ. Очень рада открытию этой амбулатории. Раньше тоже здесь была амбулатория. Конечно, были какие-то условия, но не совсем удобно было. Каких-то врачей мы хотели, узких специалистов. И само по себе здание было ветхое. Там грибок пошел уже. Я внутри не была еще, но вижу, что здание добротное, красивое, эстетичное. И мы этому очень рады, все жители нашего села. На торжественном открытии почетные гости. Вячеслав Бетаров отмечает, развитию системы здравоохранения в республике уделяют большое внимание. Северная Осетия участвует в ряде госпрограмм и нацпроектов. Кроме того, деньги выделяются из резервного фонда президента страны. По нашей республике три года назад была принята отдельная программа социально-экономического развития нашей республики. И тогда вот эти все объекты, которые я только что перечислил, и данная амбулатория, были включены в эту программу. В этой программе у нас находится и реконструкция поликлиники в селении Октябрьска. Я надеюсь, что в ближайшее время мы к этой работе тоже приступим, потому что поликлиники находятся также в запущенном состоянии. И многие другие объекты, в общем, порядка 9 миллиардов стоимость этих объектов на территории республики строится и реконструится. Согласно этой программе социально-экономического развития. Это отдельно от всех остальных программ федеральных, которые существуют. Профильный министр отмечает, по поручению Владимира Путина, субъекты разработали паспорта модернизации первичной медико-санитарной помощи. До конца года их утвердят в Минздраве России. Важно создавать все условия для оказания медицинской помощи в самых отдаленных уголках страны. Помощь должна доходить до отдаленных населенных пунктов. Пусть даже там небольшое количество людей живет, но это наши граждане. И нужно сделать максимально приятно и комфортно, чтобы у них эта помощь была доступна. С другой стороны, я не буду сейчас останавливаться, но в рамках того же национального проекта по цифровизации должна быть телемедицина, должна быть связь, защищенные каналы, для того, чтобы можно было выйти на любую медицинскую организацию республики, либо субъекта, либо по Российской Федерации, для того, чтобы провести ту или иную какую-то консультацию темедицинскую. Поэтому задачи большие, немаловажные, можно сказать, главные. Амбулатория официально открыта и уже готова к приему пациентов. Рассчитана она на 100 посещений в смену. Есть и дневной стационар. Алана Тумаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.